Эта история началась с обращения в нашу редакцию владельцев земельных участков, расположенных западнее взлетно-посадочной полосы. Еще четыре года назад на этом месте должно было начаться возведение малоэтажных домов. Люди получили свидетельство о собственности и кадастровые паспорта. Но Дагис отказал им в последнем документе – разрешении на строительство. Аргумент – земли в зону ИЖС были переведены незаконно. Администрация Южно-Схолинска, по словам людей, открыто признала – это была ошибка. Но деньги в покупку земель вложены, и вопрос висит в воздухе до сих пор. После выхода сюжета в эфир о своей проблеме решили рассказать о владельце участков к востоку от взлетно-посадочной полосы. Парадокс идентичный, но более красноречивый, если обратиться к официальным документам. Эти земли одновременно по бумагам числятся и крестьянско-фермерским хозяйством ранчо, и бывшим КФХ. Ерунда, что площадь его должна составлять как минимум гектар, а территория уже давно поделена на участки по семь соток. Это только полбеды. Из-за неразберихи, которую мэрия не решает уже около восьми лет, люди не могут получить прописку. Нам пообещали, что этот вопрос решится. На сегодняшний день положительного ответа нет. И самый упор я делала на то, что когда-то, давно 9 октября 2008 года, есть оригинал кадастрового паспорта, где значится, что разрешенное использование данных земельных участков – это поддачное хозяйство. Что это значит? Проще говоря, удачная амнистия человек может возвести без разрешения на строительство. Однако всего спустя полгода эти земли вновь были переведены в крестьянско-фермерское хозяйство. В 2013-м территория стала числиться зоной сельскохозяйственных угодий, а еще через шесть месяцев ее и вовсе отнесли к пашням. При этом крестьянско-фермерское хозяйство ранчо по некоторым официальным бумагам тоже периодически всплывает. В распоряжении людей оказались документы, где эти земли отдельным владельцам оформляют под зону индивидуальной жилищной застройки. Что это? Мэрия расставляет приоритеты? И почему, кстати, только на КФХ ранчо распространяются санитарно-защитные нормы аэропорта? На этой же параллели находится СНТ-авиатор, где можно беспрепятственно производить строение, регистрироваться, пользоваться этой землей. Мы поднимали этот вопрос о том, что будут слушания проведены и решение будет принимать Дума, Горсовет. Ну а на самом деле до сих пор решение затягивается. 29 июля должно было состояться заседание Думы и до сих пор переносилось то на один день, потом на неделю, на две недели. И главное, нет обоснования отказа. Конечно бы хотелось, чтобы правительство сделало правильный выбор в сторону жильцов этого поселка. Следовательно, люди находятся в подвешенном состоянии и не знают, как им, что делать дальше. То есть руки уже действительно опускаются. В подвешенном состоянии сейчас находится около 300 жителей. Примерно 60 из них – это дети. Родители не могут устроить их нормально ни в детские сады, ни в школы, потому что, имея дом, официально числятся лицами без определенного места жительства. В администрации Южно-Сахалинска сегодня сообщили, что по решению Гордумы до 20 сентября на этих территориях действует ограничение градостроительного регламента. Руководство аэропорта подготовило проект санитарно-защитной зоны и сейчас он находится на стадии согласования. После того, как будет согласован данный проект, представлен в администрацию города Южно-Сахалинска, будут приняты меры, направленные на внесение изменений в территориальное зонирование и в документы территориального планирования. И если санитарно-защитная зона будет препятствовать реализации граждан их прав на землепользование, будут приниматься и разрешаться вопросы уже в соответствии с законодательством. Администрация со своей стороны обещает, наконец, разрешить конфликт. Терпению же жителей раньше стоит только научиться.